Очень поможет. Я не экзистенционер, я психо-драматист, я семейный психолог. И вот мой интерес в мифологии начался с роли героя. Я как-то начал писать книгу о том латышских двух поэтов, муж и жены, Райниса и Аспандрии. И там очень важно, вот этот второй герой, по-моему, был. Я как-то взял греческую мифологию и там начинал искать какие-то примеры героев. И кончилось это тем, что книгу Райниса и Аспандрии я еще не закончил. Но вот эту книгу о своих заключениях, о своих исканиях мифологии. Греческой мифологии. И эта книга здесь. И я хочу чуть-чуть что-то сказать про то, как это вы видели. Это Ала, это Эрос, по-моему. Не по-моему, это художница сделана. По-моему, она очень удачно интерпретировала главные идеи, о которых я думал. Вот это Эрос, это Ала. Вот то, что черная, это мать. Мать, которая рождает и мать, которая принимает обратно. Мать как земля. Вот то, что синяя, это мужское. А вот золотистая, это роль отца. Тоже роль героя. То, что у греческой мифологии золотой руно. Вот такая картина получилась. Такие развитие генеологии, как путь, как путь, от матери к обцу. Ну и сейчас пойдем на этот диск, который сейчас дирижирует. Он из этой книги в конце приложен. Но если кому-то будет интересовать он, не надо обязательно книгу покупать. В моем сайте он тоже есть. И можно там его посмотреть. Все это. Вот видите, там все схемы. Но если мы будем сейчас разбираться по всем, что скучно будет. И я решил как-то иначе это строить. И видите, тут уже что-то началось. И начнем. Может сперва открою эту третью схему. А, я сам его. О, хорошо. Так. Это удивительно для меня было, что всю мифологию греческую можно представить как единую систему, которая объединена генеологически. Представьте, что объединяется много писателей, которые пишут так, чтобы их работа была бессоединена именно геологически, чтобы все родственники. По-моему, это очень важно. Народ как семья, народ как мифология и народ как община, которая имеет какие-то отношения, но в том числе мифология как психология. Мифология как очень структурированная, логическая, архетипическая система. Это меня поразило. Я потому остался там и начал интересоваться, искать. То, что вы видите, это самое сложное в моей схеме и я эту схему представляю как дерево. А это крона. Кроме крона, что есть ствол, есть конь. Это в первых схемах. Ну вот, чтобы прочувствовать, как предыдущий коллега сказал от мифологии, я решил как-то прикоснуться к одному мифу, который... Который вы все знаете, это миф об Эдипе. Это мифологии. Продолжение следует... 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 надо как-то найти свое место вот в этой декорации и вдруг и видим такой момент, что вот Эдит убил отца, это уже давно убило и он узнал, что это был его отец и что он женился на своей матери и мать успела уже повеситься Эдит в такой ситуации, что у него вопрос Биб говорит, что он должен выколоть себе глаза но он еще не убил он решил прийти к психотерапевту и, значит, сейчас ты просто слушаете мой рассказ и как-то в этой роли как-то, ну, одеваете этот рассказ и как бы, вот, то есть те интервенции, которые я попытаюсь сделать вот ЭРСФ пытается как-то к себе приписать и как я чувствую с этими интервенциями и также вот Эдит, как я чувствую за то, что тут происходит значит, нам нужно посмотреть, откуда у нас ЕКАЗ мы видим, что у него очень яркий отец, Пелло ну, как бы до наших дней не дошло даже имени матери и Пелло мы знаем чуть-чуть еще выше вот имени Пелло назван целый полуостров Телопонекс и что тут важно вот дедушка Пеллопа Зелс и отец Тантал мы знаем миф о том, что Тантал, ну, созвал богов устроил свершество и свалил своего сына и подавал бога боги не заметили, что это уже ребенок нам стали кушать, а только Деметра как-то она увидела это же ребенок, что происходит и тогда Зеус послал Тантал на известные там Танталовые муки и воскрес Пелопа и Пелопа жил дальше ну, что тут очень важно отец убивает сына этот миф мы знаем, что Лай тоже хотел убить сына и вот убийство как способ сблизиться с тем, которого ты убиваешь и даже больше если ты съедаешь того, кого ты убил ты становишься еще ближе важно понимать это все и Зеус запретил такое то есть он сделал важный культурный шаг в Пелопе и Пелоп был очень ярким мужчиной таким, который подавлял как-то женское поскольку имени тут нет и тут нет имени у жен и у него главная жена это Липодомея и тут важно посмотреть какие братья у ее касты от другой жены, да? Пелопа вот тут чуть-чуть еще это желтое сюда значит, тут трое братья убивают друг друга и они все еще чуть-чуть они все женились на одной жене еще тут нам говорят о, Айропа да? и Фест, который младший который остался жив единственный из троих братья он женился на своей дочери то есть что-то похожее опять да? это 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 братья она женилась на своего сына а вот этот брат женился на своей дочери сейчас пошли вверх и еще вверх еще еще и вот значит посмотрим дальше значит отец Пелоп что мы тут видим? то же самое Стеропа мать и жена Фрейд этого не нашел но это мифологии можно найти значит бог Вали Арей женился на Стеропе у них родился Эномай и Стеропа ну женился на Эномай и так родилась гиподомия которую Пелоп нам нужно было очень сильным способом отвоевать Эномай в этом мифе Эномай погибает то есть очень сильная связь между отцом и дочерью то есть если мы так смотрим то можно сделать такое заключение что со стороны ёбкасты такое сильное явление с мужского на женское и сейчас посмотрим другой другой опять сейчас мы нужны здесь таком образом да? ты слушаешь что с тобой произошло а сейчас поговорим о лае да? о тебе будем поговорить о лае да? о лае да? лае какой-то бледный сын так же его отец такой бледный ну кажется что главная задача была родить сына и всё может полыдомный в общем мужчины какие-то тут скучившиеся а поднимаем наверх а вот вот здесь сестры полидора да? полидора это получается прадед Эдипа значит тут очень яркие четыре сестры Аутоноя Ино Семела Агала и яркий дед Кадн который он женился на гармонии чуть-чуть ещё посмотрим какая гармония тут у нас видите сколько ну значит откуда произошла гармония видите опять от арея то есть соединяются эти семьи тут варея и ну он как-то вот тут афродита видимо ее как-то садами потянуло к богу вот этого больных и что от этого рождается деймос фобос антеро фиэро то есть это как-то хочется и колиться да какое-то очень противорчивое чувство да действительно богиня любви и бог войны встретились и от этого родилась гармония да и очень интересно вот вот в этой в свадьи гармонии карма человека с дочерью богов присутствует весь олимп и вот интересно это очень важная свадьба наверное была я не знаю может потому что трудно было жениться потому что вот он пришел из сектора Газа в Греции да через всю Турцию ну через Босфор значит он искал свою жену Европу которую Зеус увел как мы знаем Крит да но его мать жена царь Алгейноя которая здесь притащила с ним не осталось с мужем то есть таскаются сына конечно можно нажать чтобы все таки жениться на гармонии и вот 4 все таки 4 дочери важных родились чуть чуть чтобы ниже было видно я не знаю может я не успею все это рассказать что это есть да главное есть какая тут мужчины убивают тут женщины они так много крови там ни одна женщина не погибает только мужчины не погибают то есть никакое заключение нет значит вот со стороны вот сильное давление женщин на мужчин и значит вот Эдик родился в таком городе и как-то вот случилось такое что он убил отца и мальчик сама повесилась тут по моему важно что важно зрение вот хочет Эдик это все видеть или он хочет не видеть и как-то дальше не пойти жить по судьбе а не по своему выводу то есть если ты выколешь в тебя глаза то ты этого не увидишь и ты не увидишь то будущее которое могло бы быть и потом важно чтобы ты признал своего отца это хеллингеров что ты посмотрел глаза что оба вы посмотрели глаза ты чтоб ты поклонился или какие-то так г да вы умерли но мы все вместе то, что важно, что сыном будет и потом другая генеология, которая пойдет это важно а потом что будет окей, как было быть йокасом? ужасно, конечно а? ужасно? хорошо, здрасте да покажу мою лайк, как было быть лайком? очень очень раскаяние, стыд, смятение а потом очень большие ожидания и вот когда поклон был, глаза, а тело глаза били вот были бы глаза? о, простил бы не, мимо глаз, это точно вот такие речи как было бы эти речи? волнительно, неприятно и не страшно вот это вот чувство а? 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 а, а? . по��면, имяoda. это не нужно вопросов пожалуйста У меня такой вопрос, что у тебя в книге часть Декса посвящена, часть посеедомную, часть Аиду. И вот в твоём понимании, почему у Аида детей-то не было? Потому что если в семью приходит смерть, или если кто-то занимается смертью, то есть тогда Танат побеждает, Танат берёт вверх над Эросом. И это очень часто бывает, если неразрещённая смерть в семье, то тогда детей не убивает. А вот практически ты вот так работаешь с пациентом? Не совсем. Я так думаю. Если ко мне приходят пациенты, я думаю, с каких он вот этих камушек сложен. Вот семейная проблема, семейный терапевт. Как это используется в семейных конфликтах современной семьи? Через мою фантазию, через знание, то есть это миниология ко мне приходит что-то, что даёт мне знание. Но знания не такие вот отсюда, но как-то поглубже к той ассоциации. О, это наверно что-то такое. Очень коротко. Я надеюсь, я очень надеюсь, что ты как травматист, если ты действительно поставишь миниологию, ты дашь пользу быть в этих чувствах и будешь быть в отношениях, чтобы они действительно чувствовали. То есть это просто демонстрация, демонстрация. Что-то подобное тут в работе происходит. Практически. Да. Только тогда я даю им жить. Если семья приходит, семьяная дарена. И чтобы люди сейчас думали, что это не всё, что можно сделать. Конечно, конечно. Это только нас предоставить зацепить. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...